Маленькое королевство Бена и Холли Сегодняшнее приключение начинается в маленьком замке Новая одежда короля чертополоха! Розовое платье или голубое? Мама, я не могу решить! Розовый цвет тебе идёт, Холли А какое надеть мне? Зелёное, жёлтое или бирюзовое? Бен, как ты думаешь? Эээ, думаю, розовое платье для тебя, а зелёно-голубое для твоей мамы Зелёное, голубое, жёлтое, розовое? Зачем вам это вообще? Король и королева календулы приезжают к нам сегодня, помнишь? О, да А они следят за модой Не хочу, чтобы они подумали, что мы неряшливые Кто тут неряшливый? Ты неряшливый Неужели? Да, папа А ты что думаешь, Бен? Скажи-ка правду Я неряшливый? Эээ, возможно, вам стоит немного принарядиться Именно поэтому я попросила эльфа портного шить тебе парочку новых вещичек И тебе стоит принять ванну Хорошо Эльф портной Это же старый мудрый эльф Я не просто старый мудрый эльф Но ещё и гениальный портной О, ясно Тогда продолжайте, а я приму пока ванну Поторопись Наши гости скоро прибудут Новая одежда короля чертополоха, ваше высочество О, прекрасно Но разве такое в моде? Это классика Сшита из лучших тканей, ваше высочество О, очень хорошо Пожалуйста, не испорьте, няня Плам Это очень тонкая ткань И магией её очистить нельзя Да-да, спасибо, эльф Пока Пока Ты тоже видишь это большое пятно, Холли? Я ничего не вижу, мама Няня Плам А вы видите пятно? Где? Здесь? Нет Здесь! О! О! О, нет Мама, ты запачкала новую одежду папы Правда А король и королева календулы скоро будут здесь Няня, вы успеете исправить это? Я всё сделаю, ваше величество Няня Плам Можно мы с Беном поможем? Конечно Это довольно большое пятно И как же нам его вывести? Ну Эльф Портной сказал, чтобы мы не использовали магию Ничего страшного, просто бросьте в стиральную машину Но эльф Портной сказал, что ткань очень тонкая Разве эльф знает, как надо стирать вещи? Но он их шьёт Может он и шьёт вещи, но он их не стирает, как это делаю я Нам нужен стиральный порошок Думаете, это хорошая идея? Конечно, это хорошая идея Разве горячая вода и стиральный порошок могут испортить одежду? Знаете, раз мы взяли за стирку, то нам стоит постирать и старые вещи короля Всю его одежду? Да Хорошо Папа! Что? Мы постираем все твои вещи Хорошо Обувь и корону брать, няня? Давай Тогда абсолютно всё будет чистым Вот вещи, няня Отлично Мы их кладем сюда Теперь стиральная машина сделает всю работу Все-таки умное изобретение Что она делает? Это первый цикл А сейчас что она делает? Сейчас отстирываются все пятна Очень умная машина Готово! Да А теперь посмотрим, получилось ли отстирать пятно О, корона отца какая-то опогнутая И его обувь вся мокрая О, нет А вещи короля всегда были такими маленькими Они сели! Няня План Вещи короля уже чистые? Это мама Эм, практически, ваше величество Няня, что же нам теперь делать? Может, если все высушить, то вещи станут нормального размера? Да, Бен Я их сейчас быстро высушу заклинанием Но эльф портной сказал, что нельзя использовать магию Ну, тогда я воспользуюсь очень нежным легким заклинанием Абра-кадабра, одежда сушись Гром и молния, огонь и плага Няня Плам Быстрее Дайте мне вещи короля Наши гости прибудут с минуты на минуту Где вещи няня Плам? И что это за запах? Мы постирали папаны вещи Но они сели А потом няня сожгла их с помощью магии Какой ужас! Папе придется надеть свои старые вещи Дело в том, что мы и их тоже решили постирать Что? Хотите сказать, что ему нечего надеть? Э, ну да Привет! А где мои вещи? Они почти готовы Я теперь чистый Дорогой няня сейчас принесет твои вещи От меня так пахнет Няня, вызывай эльфа Портнова Уже поздно Король и королева Календулы уже здесь Что же нам делать? Мы можем сделать волшебную одежду Няня, вы это сможете Только если вы настаиваете, Ваше Величество Но такие вещи ненадежны Привет! Кто-нибудь есть? Они здесь! Просто сделайте одежду, няня Плам А я поздороваюсь с гостями Как пожелаете, Ваше Величество Нам нужно из чего-то сделать обувь Лимон? Форма предмета должна напоминать обувь О! Морковь! Теперь нам нужно что-то круглое и сочное для жикета Лимон! Нет Помидор Что же нам использовать для короны? О, Холли! Ты помнишь короля и королеву Календул? Здравствуй, принцесса Холли! Здравствуйте! Это мой лучший друг эльф по имени Бен Привет, Бен! Должна сказать, что твои вещи такие необычные Да, они такие милые и красивые Это, наверное, эльфийский стиль Думаю, что одеваться красиво очень важно Мой муж скоро присоединится к нам Он переодевается в новую одежду Новая одежда? Это будет интересно Ну, это небольшой эксперимент Простите, что застаю ждать О, просто восхитительно Так необычно? Честно? Как по мне, жакет кажется мокрым Все просто шикарно Одежда свежая и необычная Мы как раз только что говорили о том, как важно во что-то одет Не думаю, что я вообще думаю об этом О, это точно Что это такое? Да, я боялась, что это случится Волшебная одежда очень ненадежна Смешной папа У тебя лимон на голове Я здесь совершенно ни при чем Моя жена выбирала одежду Это чудесно! Классно! Я никогда такого не видел Да это же просто гениально Изменяющаяся одежда Я бы никогда не додумалась до такого И ты сказал, что не думаешь о том, что носишь Про моду ты знаешь больше, чем мы предполагали И как же ты до такого додумался? Ну, я... Скажи, а ты никогда не думал о том, чтобы преподавать моду? Няня Плам, не могли бы вы приготовить нам что-нибудь? Конечно, Ваше Величество Я приготовлю все, что пожелаете Главное, чтобы там не было моркови, помидоров и лимонов Бена и Холли Сегодняшнее приключение начинается на лугу Супергерои Всем привет! Привет, Бен! Я не Бен А кто же ты? Мое обычное имя Бен Но когда я надеваю костюм супергероя, я становлюсь эльфменом А чем эльфик занимается? Эльфмен! Он может бегать И прыгать И летать! Разве так летают? Вот как надо Но я могу летать в эльфмобиле Ребята, да это же наш гастон Нет, это эльфмобиль Нет равных эльфмобилю на суше, в воде и в небе Мы тоже будем супергероями Да! Я буду волшебницей Я буду капитаном Крейзи А я стану самым сильным в мире И мы все будем совершать подвиги и помогать людям Стойте! Но все не могут быть хорошими Кто-то должен быть плохишом Кем-кем? Придумал! Супер-злодеем! Можно я буду супер-злодеем? Ладно, Стробери А я буду помогать людям? Нет, ты попытаешься захватить мир Весь мир? Ну, для начала попробуем маленькое королевство А мы должны будем остановить тебя Хорошо, тогда я буду снежной королевой Снежная королева Строубери Свежие Строубери Снежная, а не свежая У супер-злодея должны быть помощники И ими станем мы Итак, эльфмен и волшебница против снежной королевы Стробери и ее помощников Добро победит зло Злодеи победят Нет, добро победит В эльфмобиль Вперед, волшебница! Делай, что хочешь, мы не боимся! Ладно, волшебница, пока! Я снежная королева, кажется, мне тут слишком жарко Как холодно! Да, ведь я снежная королева! Прости! Боже мой, какой холод! Да, это в разгар лета, странно Очень-очень странно Здесь похолодало Готова спорить, это проделки снежной королевы! Да, летим в эльф-пещеру! Это же норка Гастона! Да, но сегодня это эльф-пещера Вот мой эльф-компьютер, я сам его создал! Это просто картонная коробка! Ага, так я и думал! Снежная королева Стробери хочет всех заморозить! Но как ты это узнал? На экране ничего нет! Он не настоящий, подыграй мне, Холли! А, да? Конечно, компьютер не настоящий! Он не может работать! Ого! Ха-ха-ха! Это я, снежная королева! Как дела, эльфик? Эльф-мен! И как ты это сделала? Это же не компьютер, а просто коробка! Я могу всё, что угодно! Это я всё заморозила! Ха! Знаешь, не так уж тут и холодно! Нам даже варежки не нужны! Ха! Правда? Могу сделать похолоднее, если хотите! Делай, что хочешь! Тебе не одолеть эльф-мена и волшебницу! Ну, я вам покажу! Ха-ха-ха-ха! Бен, пора обедать! Ой, мне пора! У нас сегодня пицца на обед! Пицца? А можно с тобой? Да, можно? Хорошо! Ладно, приглашаю всех на пиццу! Вот ты где! Я уже начала волноваться! Погода испортилась! Мам, мои друзья у нас пообедают сегодня! Можно? Ну да, конечно! Мы все супергерои! И суперзлодеи! Ха-ха-ха-ха! Чудно! Кому-нибудь пиццы? Да! Мне! Мне! Нет времени на отдых! Мне еще нужно захватить мир! А мы с Беном должны мир спасти! Понятно! Для этого нужно как следует подкрепиться! А как лучше всего захватить мир? Ты же снежная королева! Ты можешь вызвать снег! Да! Так и сделаю! Спасибо, волшебница! Серед! Продолжим играть! Мы пойдем в тайное укрытие! И мы тоже! Пока! Пока! Ладно! Теперь я вызову снег! 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 Еще и снег пошел в июле! Ну, это же просто нелепо! Мудрый стар эльф! Мудрый стар эльф! Вы должны взглянуть на это! Да? Что такое? Идемте со мной! Я вам покажу! А нам далеко еще? Я замерзла! Прибыли! Видите? Да как же это? Где это мы? На самой границе маленького королевства! И здесь же граница снега! Видите? Снег! Нет снега! Снег! Нет снега! Снег! Да, спасибо, миссис эльф! Мы уже поняли! Нет снега! Что может быть причиной такого странного снега? Это магия! Магия! Бьюсь об заклад своей бородой! Это проделки няни плам! Няня плам! Что бы вы там ни делали, прекратите! Что? Стирку? Нет! Снег! Но это не я! Да ладно вам, няня! Это всегда вы! Ну, обычно это я! Но не сегодня! Но чьи же это проказы? Может, это суперзлодей? Не смешите меня, няня плам! И что же здесь смешного? Все знают, суперзлодеев не существует! А как насчет супергероев? Их тоже не бывает! Это все чепуха! Тогда что это такое? Это символ супергероев прямо в небе! Он приведет нас к супергероям! Теперь, если кому-то понадобится помощь, они легко смогут найти эльф-пещеру! Серьезно? Люди в самом деле ждут нашей помощи? Вообще-то нет! Это просто игра! Страждущие не станут стучать в эту дверь! Что? Привет! Есть кто-нибудь? Это мой папа! Есть кто дома? Это ведь нора Гастона, да? Может быть, супергерои живут здесь же? Да я больше глупостей в своей жизни не слыхал! Привет! Это Эльфмен и Волшебница! Мы супергерои! Ну, что я говорила? Эльфмен? Что за Эльфмен? Можно войти? Нет! Наши настоящие имена должны остаться... Эм... Тайной! Вы можете помочь нам? Все маленькое королевство занеслось снегом! Да! Это происки снежной королевы! Она же суперзлодей! Видите? Суперзлодей! Ладно, ладно! Доверьтесь Эльфмену и Волшебнице! Мы обо всем позаботимся! Спасибо, Эльфик! Ой, я Эльфмен! Нужно найти, где скрывается Стробери и остановить этот снегопад! Маленькое королевство превратилось в царство холода! Даже внутри! Да, у меня уже все отмерзло сидеть на этом ледяном троне! Стробери, а может лучше тебе стать солнечной королевой? Теперь уже поздно! Я снежная королева Стробери! Тайное убежище Стробери должно быть где-то рядом! Нужно искать что-то похожее на место, в котором могла бы жить злая снежная королева! Например, такое? Ого! Ледяной дворец! Это получше, Эльф Пещеры! Согласен? Вовсе нет! Пыль в глаза пускают! О-ха-ха-ха! Рано радуешься, снежная королева! Ты зачем пожаловал, Эльфик? Я Эльфмен! Я пришел остановить тебя! Никто меня не остановит! Я снежная королева! Как холодно! Стробери! Взрослые ужасно разозлились из-за этого мороза и снега! Да ладно, правда? Да! Меня накажут! Никого из нас не накажут, но это конец игре! Ладно, я победила? Нет, победила добро! Так не честно! Вы в ледяном плену! Ладно, ты выиграла! Ура! Наконец-то я могу сойти с ледяного трона! До костей промерзла! Как хорошо! Солнце выглянуло! Маленькое королевство в безопасности! И все это благодаря Эльфмену и волшебнице! Если бы только знали их настоящие имена! Но мы не узнаем! КОРОЛЕВСТВО БЕНА И ХОЛЛИ Сегодняшнее приключение начинается на поляне! ШКОЛА ЭЛЬФОВ Итак, принцесса Холли, что это за цветок? Это легкий вопрос! Это ромашка! Да-да! Эльфы называют эти цветы ромашками! Но принцесса Фея должна называть их Белис Парениас! Белис Парениас Правильно! Дальше! Как называются эти колокольчики? А, колокольчики? О, нет-нет! У фей эти цветы называются ГИАЦИНТОДИС НОНСКРИПТО! О, няня, ботаника такая нудная Скажите, зачем мне учить названия всех этих цветов? Такие вещи принцесса-фея должна знать А может, я не хочу быть принцессой-феей? Привет, Холли! Привет, Бен! Ты куда идешь? В школу эльфов! О, а что вы делаете в этой школе? Мы учимся делать игрушки! Звучит весело! Так и есть! Эльфы любят делать игрушки! А я эльф! Я хочу делать игрушки! Няня, можно я пойду в школу с Беном? Но ты же не эльф! Ты ведь принцесса-фея! Пожалуйста, няня-плам! Ну, пожалуйста, няня-плам! Отпустите, Холли! Ну, хорошо! Ура! Но я пойду с вами, чтобы убедиться, что вы не балуетесь! Хорошо! Надо поторопиться! Нельзя опаздывать в школу эльфов! Мы идем в школу эльфов! Мы идем в школу эльфов! Мы идем в школу эльфов! Давайте! Школа эльфов находится в дереве! Доброе утро, мальчики и девочки! Доброе утро, старый мудрый эльф! Мудрый эльф! О, няня-плам! Здравствуйте, старый мудрый эльф! Привет! Принцесса Холли хочет узнать, чем эльфы занимаются в школе! Хм... Ну, хорошо! Холли, присоединяйся! Хорошо! Но прошу, никакой магии и не летать! Хорошо! Холли, садись со мной! Не летать! Нужно ходить! В школе эльфов запрещено летать! Только потому, что эльфы не умеют летать! Именно, миссис Пламма! Эльфы не умеют летать, но у нас очень хороший слух! И эльфы умеют делать хорошие игрушки! Сегодня мы и будем делать игрушки! Ура! Мы продолжим с того, на чем остановились в прошлый раз! Я делаю игрушечную машину! А я делаю уточку! А я вертолет! А я лодку! А я делаю лягушку! А я кроличка! А я делаю робота! О! Я вижу, что у мисс Холли нет игрушки! Ничего страшного! Я себе наколдую игрушку! По палочке веленью! По моему хотенью! Мисс Холли, магия запрещена в школе эльфов! Только потому, что эльфы ею не владеют! Эльфы могли бы пользоваться магией, если бы хотели! Но они этого не делают! А мы эльфы! Мисс Холли, сегодня вы можете поработать над этой игрушечной совой! Спасибо, старый мудрый эльф! А я пока заберу у вас палочку! Так вы сможете научиться делать игрушки, как эльфы! Без магии! О! Не волнуйтесь! Вы заберете палочку после занятий! Мальчики и девочки, возьмите в руки молоточки! И не забывайте бить нежно! О, нет! Я не хотела этого делать! Не волнуйся, Холли! Я все исправлю! Волшебная палочка у меня с собой! Но, няня, в школе эльфов запрещено пользоваться магией! Поверь, все будет хорошо! Никто не заметит! Палочкой махну, сову починю! Что это был за шум? Думаю, погода меняется и скоро будет гроза! Главное, чтобы не было никакой магии! Уверяю, мистер Старый Эльф! Принцесса Холли не использует магию! Хитрая, няня, Плам! Тихо! А теперь мы будем разукрашивать наши игрушки! Помните, что надо быть аккуратным! Ха! Не надо никуда спешить! О, нет! Что-то делать без магии так сложно! Думаю, что немного магии тебе нисколько не помешает! О, ты уверена? Доверься мне! Палочка вращайся, игрушка цветом наливайся! Мисс Холли, вы используете магию? Нет, Старый Мудрый Эльф! Это не я! Я думаю, что это была все та же гроза! Она все ближе и ближе! Здесь происходит что-то очень странное! Старый Мудрый Эльф! А что мы делаем дальше? Очень хороший вопрос, Холли! Дальше мы запускаем игрушки! Смотрите, она работает! Классно! Давай, сделай что-нибудь! Няня! Сова не работает! Не волнуйся, Холли! Я тебе обязательно помогу! Няня Плам, вы пользовались магией? Только совсем-совсем немножко! Я лишь хотела помочь! Вы непослушная няня! Извините, Старый Мудрый Эльф! Больше эту тему мы не поднимаем! Холли, давай посмотрим, что может твоя сова! О, она вообще не работает! Ммм, наверное, при изготовлении было использовано много магии! Я могу починить! У меня это очень хорошо получается! Вот, теперь должно работать! Ура! Спасибо, Бен! Я пыталась сделать всё, как эльфы! Я знаю, Холли, ты старалась! Но мне сложно делать игрушки, не используя магию! А нам это легко, потому что... Мы эльфы! Вот, Холли, держи свою палочку! Спасибо! И запомни! Никакой магии, пока не выйдешь из класса! Хорошо, Старый Мудрый Эльф! Вас это тоже касается, няня-плам! Хорошо, Старый Мудрый Эльф! О! Бена и Холли Сегодняшнее приключение начинается в доме Миссис Витч! Генеральная уборка! Миссис Витч, вы дома? Здравствуйте, няня-плам! Что вы здесь делаете? Пришла помочь вам в уборке! А это мои помощники, Бен и Холли! Здравствуйте, Миссис Витч! Так, весна, пора убирать! Ух ты! Это же надо! Какой беспорядок! Да, я совершенно не умею поддерживать чистоту! Просто руки не поднимаются, что-то выкинуть! Не волнуйтесь, я сама все выкину! Да, но проблема в том, что все они волшебные и опасные! Кто-то должен за ними присматривать! Что? Даже эта тряпка? Это ковер-самолет из кукольного домика! А где же кукольный домик? Точно не знаю! Значит, и ковер не нужен, верно? А это старое зеркало? Это волшебное зеркало! Хм, а это что? Это волшебная лампа В ней заперт настоящий джин Ну, конечно, джин Ух ты! Я уже не уверена, что мне нужна эта уборка А это что за кошмар? Варенье и слизней Варенье и слизней? Дайте-ка я это выброшу Отлично, готово Эээ, спасибо Очень мило с вашей стороны Няня Плам А эти вещи и правда волшебные? Нет, просто куча старого мусора Теперь надо куда-то это спрятать Начнем с варенья И слизней? Фу, какая гадость Кому придет в голову такое есть? Ты права Я спрячу его подальше в буфет, чтобы никто не нашел Думаю, маме понравилось бы это зеркало А моей пригодится эта красивая лампа Возможно, и ковер кто-нибудь захочет взять Кто-то с полным отсутствием вкуса Какой милый коврик Миссис Вич, он больше не нужен О, но он же не волшебный, правда? Нет, няня Плам сказала, что это просто мусор Хотите взять? Да, пригодится Спасибо Очень мило Так уютно Чистое синее море и золотой песок Это тропический рай Тропический рай Хотелось бы мне там побывать Это волшебный ковер Значит так, озорни ковер самолет Сейчас же верни меня обратно Привет, пап Я принесла маме подарок О, а где же она? Она уже три часа прихорашивается в ванной готовиться к ужину Так есть хочется Вот и я Какая ты красивая Я принесла тебе подарок Ой, спасибо, милая Это волшебное зеркало Миссис Вич, оно больше не нужно И что же умеет волшебное зеркало? Говорю правду Ого! Как интересно Зеркало, зеркало на стене Кто самый прекрасный в нашей стране? Вы королева О, замечательно Ну, обычно вы самая прекрасная А о чем это ты? Ну, прическа сегодня не удалась, не так ли? Ой-ой-ой Придется начать все сначала Ну и зачем ты это сказала? Я всегда говорю правду и только правду Теперь вообще за стул не сядем А я умираю с голоду Привет, мам! У меня для тебя сюрприз Мы помогали миссис Вич наводить порядок И она выбросила это Лампа? Просто прелесть Такая медная Выглядит ценно Нужно только почистить Джин из-за лампы приветствует тебя О-о-о! Какой мускулистый Я исполню три желания Что же нам пожелать? Может, ты станцуешь для нас? Кушаю и повинуюсь Пусть играет громкая музыка Да будет так Хочу вечеринку, чтобы все могли потанцевать Это третье и последнее желание Девушки отдыхают 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 Оу! Что вы сделали с домом? О чем это вы? Раньше у вас было намного уютнее Аутентичнее Оу! Лампа будет отлично смотреться вот здесь Здесь она раньше и стояла А это отличное место для банки варенья Девушки отдыхают Девушки отдыхают Лучше сделать комплимент А это все лучше бы интереснее, если бы были холмики, чтобы усложнить задание Если в гольфе есть холмики, то эту игру называют сумасшедший гольф Звучит неплохо. Папа, а можно мы поиграем в сумасшедший гольф? Мы будем играть в нормальный гольф. Ого! Откуда взялись эти холмы? Наверное, папа наколдовал их. Спасибо, папа. Я ничего не колдовал. Тогда кто? Я не знаю, но я обязательно узнаю. Старый мудрый эльф. Доброе утро, король чертополох. Кто сделал эти холмы на моем поле для гольфа? Крот, ваше величество. Тогда избавься от него. Мы пытались его поймать целое утро, ваше величество. Ты не знаешь, как избавиться от крота, старый мудрый эльф? Эм, нет. Тогда кто знает? Няня Плам. Она с ним поговорит. Она умеет разговаривать с животными. Ну, конечно. Няня! Да, ваше величество. Эм, няня Плам. Вы же разговариваете с животными. Да, ваше величество. Вы можете сказать этому кроту покинуть мое поле для гольфа? Эм, нет, ваше величество. Что? Я не говорю по-кроцки. Это очень сложный язык, так же, как и язык зубкотрубов. Воспользуйтесь магией и избавьтесь от крота. Есть один магический способ избавиться от крота, но его используют только гномы. Кто это? Гномы, ваше величество, похожи на эльфов. Они с большими животами. Что? Гномы не похожи на эльфов. Они много едят, много говорят и никогда ничего не делают. Мне все равно как, но вы должны избавиться от крота. Хорошо, я найду нам гнома. Где это я? Здравствуйте, мистер гном. Я вызвала вас, чтобы вы избавились от крота. С большим удовольствием. Я люблю деревья. Они не такие, как варенье. Сладости или пух. Я играю на гитаре и пою фолди-дол-ди-ду. Ну, это было легко, не так ли? Спасибо, гном. Что с меня причитается? Я еще не закончил, ваше величество. Если я уйду, то он вернется. Что? Тогда вы должны остаться. Неважно, насколько. Понимаете, ваше величество, избавление от крота требует энергии. А мой желудок такой пустой. Няня Плам, накормите этого гнома. Конечно, ваше величество. Я бы не отказался от сырных сандвичей и ведерка чая. Ну, вы голодны. И мне также понадобятся работники. Конечно. Старый мудрый эльф, я приказываю вам помогать мистеру гному. Как пожелаете. Спасибо, ваше величество. Не за что. Дайте мне знать, когда закончите, чтобы я мог поиграть в гольф. Конечно, ваше величество. Я старый мудрый эльф. Я присматриваю за этим полем для гольфа. Но я ничего не знаю про кротов. Вы умеете копать? Эээ, да. Хорошо. Тогда первое задание – убрать эти холмы. Меня зовут Бен. А я принцесса Холли. Но называйте меня просто Холли. Хорошо. Тогда вы называйте меня мистер гном. Мне нужен шезлонг и удочка. А зачем вам удочка на поле для гольфа? Я сделаю вид, что рыбачу. Сделаете вид, что рыбачите? Кроты не любят, когда кто-то рыбачит. Давайте быстрее, пока он не вернулся. Абра-кадабра, вот и сырные сандвичи. Ведро чаю. Няня Плам! Няня Плам! Мистер гному нужен шезлонг и удочка. Сейчас же он сделает вид, что рыбачит. О, нет. Я боялась, что это случится. Мы уже все выровняли. Так что, эм, прощайте. Спасибо, старый мудрый эльф. Мне также нужна ветряная мельница. Что? Ветряную мельницу ведь очень сложно построить. О, вообще-то она не должна работать. Но крылья мельницы должны двигаться. Ну, тогда хорошо. Сандвичи, чай, шезлонг и удочка. Как хорошо! Что это за шум? Старый мудрый эльф, что вы делаете? Мы строим нерабочую мельницу для гнома. Нерабочую мельницу? Да. Она не должна работать. Все это так глупо. А как по мне, это весело. Можно мы с Холли вам поможем? О, да, конечно. Сейчас займемся крыльями. Готово! Готово! Кстати, я еще не обед? Пока что нет. Можете принести мне большое ведро заварного крема и много-много соленых огурцов. О, и захватите искусственных цветов. Вы будете кушать искусственные цветы? Нет, они несъедобные. Они нужны для мельницы. О, хорошая работа, старый мудрый эльф. Спасибо. До свидания. И еще мне понадобится небольшой мостик. Что? Пластмассовый колодец и небольшой забор. Он хочет ведро заварного крема и соленых огурцов? Да. Я так и знала. Не надо было его звать. А что не так с гномом? Они заставляют других работать, в то время как сами едят и спят. Снова жалуетесь, няня. Мы что, идем на пикник? Нет, папа. Это еда для мистера гнома. А что мы будем кушать на обед, няня? У нас не осталось еды, ваше величество. Гном съел все. Няня, и не забудьте, что гному нужны искусственные цветы. Искусственные цветы? Да, для мельницы. Мельницы? Нужно проверить, что там задумал гном. У меня бы точно так не получилось. Спасибо, старый мудрый эльф. Посмотрите, мост красивый. Я вижу, что вы действительно много работали, гном. Да, ваше величество. Когда вы уже сможете нас покинуть? О, я не думаю, что это когда-нибудь случится, ваше величество. Что? Пожалуй, я останусь здесь навсегда. Но как же поле для гольфа? Ну, я не буду вам мешать. Но вы уже мешаете. О, крем и огурцы. Я не могу играть в гольф, когда здесь столько всего. Знаю. Теперь мы можем играть в сумасшедший гольф. Да, сумасшедший гольф. Такой гольф намного интереснее, чем обычный гольф. Да. Папа, хочешь, мы научим тебя играть в сумасшедший гольф? Это весело. Ну, ладно. Что мне делать? Просто бей по мячику через мельницу. И прямо в лунку. Это весело. Сегодняшнее приключение начинается на дереве эльфов. Урожай фруктов. Пошевеливайтесь, нам пора ехать. Привет, Бен. Привет, Холли. Что это вы делаете? Едем за урожаем. А можно нам с вами? Все наоборот. Сегодня мы соберем все-все фрукты на ферме. И напечем пирогов. А вечером будет праздник урожая с танцами. Обожаю танцы. Я тоже. Всем доброе утро. Утро, доброе утро. Время собирать урожай. Ура! Все едем на земляничную поляну. Хорошая земляника уродилась в этом году. Да, большой урожай снимем. Прибыли. Земляничная поляна. А куда же подевалась вся земляника? Исчезла. Почистую. Но как это может быть? Невероятно. Как же так? Еще вчера тут было полно земляники. Кто мог ее съесть? Не знаю. Никогда ничего подобного не видел. Но у нас же есть еще яблоки. Мистер Эльф, едем в сад. Вот и он, яблоневый сад. Начнем. Собирайте яблоки. Но здесь нет яблок. Что? Глазам своим не верю. Еще вчера ветки ломились от яблок. Происходит нечто очень странное. Нет ни земляники, ни яблок. Кто же их съел? Может быть, это саранча? Да, рассказывают байки о насекомых, которые прилетают полчищами и сметают все на своем пути, съедая ягоды и фрукты. Они едят, 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 едят. Да, спасибо, Мистер Эльф. Все уже поняли. Но саранча не носит ботинки 43-го размера. Что это? Это, конечно, улика. Не полчища саранчи съела все наши фрукты. По-моему, это дело рук толпы гномов. Гномы! Мудрый старый эльф, а сколько нужно гномов, чтобы получилась толпа? Всего-то один. Гномы ужасно прожорливы. Они просто не могут остановиться, пока не съедят всю еду в округе. Это точно! Они едят, 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 едят. Да, Миссис Эльф. Значит, теперь не будет праздника урожая. И не будет танцев. Точно. Нет, будет. Ведь есть же еще ежевика. Она растет в лесу. Ммм, ежевика. Но нужно добраться туда раньше, чем это сделает гном. А как помешать гному съесть все запасы? Ну, как говорится, хочешь отпугнуть гнома, принеси апельсин из дома. Да, мы один раз попробовали. Помогло? Он съел апельсин. Да, гномы любят фрукты. Единственное, что они любят еще больше, это пироги. Прибыли! Так, ежевика еще здесь. Вот здорово! Не теряйте времени. Приступаем к работе. Так точно! Собирать ежевику очень-очень опасно, если ты эльф. Почему? Потому что эльфы так малы. А кусты ежевики покрыты острыми шипами. И лучшие ягоды всегда наверху. О, никак не дотянусь. Давай помогу. Вкуснятина! Привет! Рад вас видеть! Как поживаете? Пока ты не пришел, было лучше. Какая жалость! Обычно я очень популярен. Правда? Эээ, нет. Меня никто не любит. Ничего удивительного. Ты съел нашу землянику и наши яблоки. А теперь еще хочешь съесть и нашу ежевику. Ой-ой-ой. Мне так жаль. Я не знал, что они принадлежат вам. Как вкусно! Прекрати! Сейчас же! Пожалуйста, не ешь наши ягоды. Не могу остановиться. Прости. А он хорошо собирает ягоды. Да? Я не боюсь шипов. Все потому, что я толстокожий. Давайте попросим гнома, чтобы он собрал для нас ягоды. Молодец, Коли! Так мы сможем сохранить урожай. И потанцевать! Танцевать? Я люблю танцевать. Можно мне прийти? Нет. Ладно, я согласен. Во сколько будет начало... Мистер гном, вы можете прийти на танцы, если соберете для нас ежевику. Что ж, по рукам. Нужно наполнить ежевикой весь этот грузовик. Спасибо. Без проблем. Одну ягодку беру. О, это хорошее. О, невкусное. Гном, да не в рот клади, а в кузов. О, да, прости. Не бойся, я сейчас... О, ежевика, вкуснятина. Нет, нет, нет и нет. Так не пойдет. Ты все сам съешь. Ромашки-букашки, я прошу прощения. Теперь я уж прослежу. О, ежевика. Простите, я опять ее съел. А, это безнадежно. Каждый раз, когда ему еда попадает в руку, он ее съедает. Это у гномов в крови. Они едят и едят и едят и едят и едят и едят. Ладно, приступаем к плану Б. А что это за план? Подожди, сейчас узнаешь. Вернусь через минуту. Мистер Эльф, вы знали, что у нас есть план Б? Нет, но я уверен, что мудрый старый гном придумал нечто особенное. Или очень глупое. Та-дам! Как вы все видите, на мне костюм пирога. А зачем вам костюм пирога? Чтобы вы знали, гномы любят пироги больше всего на свете. Поэтому всякий раз, когда гном потянется за ягоды, чтобы съесть ее, я буду отвлекать его, притворяясь пирогом. Старый Эльф, а это не опасно? Очень опасно. Поэтому это план Б. На этот раз, обещаю, я ее не съем. Ну, вы только посмотрите, как глупо. Опять не удержался. Созредоточься гном. На этот раз без промахов. О, вкусный ежевика. Эй, вы там. Мистер Гном, я здесь. Я пирог. О, пирог. О, простите, привиделся пирог. Да неважно. Вот еще одна ежевика для меня. Эй, а ты разве пирога не хочешь? О, очень хочу. Вкусный пирог. Стой! Нет, не ешь меня. О, говорящий пирог. Должно быть вкусный. Я не пирог. Не пирог. Не пирог? А кто же ты? Мудрый старый эльф. О, а что ты здесь делаешь? Давай я тебе помогу спуститься. О, смотрите, ежевика. А, ну вот, все сначала. Эй, вы там, мистер Гном. Я здесь. Я пирог. О, пирог. О, кажется, эта песня кончится еще не скоро. Куда же они запропастились? Сто лет их ждем. И мы ведь не можем начать танцы без них. Что ж, похоже, танцы отменяются. О, вот и мы с урожаем ягод ежевики. Старый эльф, а где же земляника? Дело в том, что Гном ее съел. Гном? О, нет. А что с яблоками? Гномы и яблоки тоже съел. Похоже, пришло время поговорить с Гномом по-мужски. По-мужски, пожалуйста. Он здесь. Привет. Что он здесь делает? Он помогал нам собирать ежевику. Поэтому мы пригласили его на танцы. Ой. Он съел целых две тысячи ягод. И собрал десять для нас. Э-э-э, девять. Я съел одну по дороге. Простите. Ничего, этого все равно хватит на большой пирог. Превосходно. Объявляю праздник урожая открытым. Ура! Как-то здесь скучно. Нужно добавить огоньку. Разбейтесь на пары. Поворот влево. Шаг вправо. Покачивайте бедрами. Вращайтесь, пока голова не закружится. Внимание, ежевечный пирог готов! Ура! По традиции, первый кусок предлагается тому, кто собрал фруктов больше всех. Да? И кто же это? Это ты! О-о-о, спасибо вам большое! О-о-о, спасибо вам большое!